Но какая-то большая часть тех же потоков, она пойдет, скорее всего, через страны Центральной Азии. Потом появится еще группа надзирателей, как господин Биндер сказал, 77 надзирателей на один проект. Географически это невозможно. Если у вас рельсы идут с востока на запад, и если восток закрыт, то вы эти рельсы не сможете использовать для того, чтобы, ну, грубо говоря, с юга на север потоков особых нет. Латвийск дзелсцелем, я тебе говорю, крава опьема, который сейчас ведет, пусси састает краву из Кривии. Так что это являетесь, 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 у нас есть бюджета, но это измена, которая нам есть. Продолжается война в Украине, развязанная Россией. Все равно экономические связи как Европы, так и Латвии, они не прерваны до конца. Да, из России газ больше к нам не поступает. И под запрет попали многие товары, многие латвийские предприятия. Сами отказались от сотрудничества с Россией, потому что неэтично в том числе. Но, несмотря на это, импорт из России поступает в Латвию, транзитные грузы идут, и наши предприятия также свои товары отправляют на российский рынок. У меня будет статистика, я скажу, сколько, какова ситуация сегодня в цифрах, немножко попозже. И вопрос у нас такой в передаче. Нужно ли прекращать сотрудничество полностью с Россией, с нашим соседом-агрессором, либо сделать это невозможно? Есть ли планы ввести военный налог, так называемый, поможет ли это? Либо просто бизнес, он такой, знаете, гибкий, он начнет какими-то обходными путями искать другие безналоговые варианты. Одним словом, тема торговые связи с Россией. Нужно ли их разорвать полностью? Возможно ли это? Янис Виттенбергс, депутат 14-го Сейма, член Народохозяйственной комиссии, экс-министр экономики. Лабдиен. Свяки. Добрый день. Вячеслав Домбровский, экономист и политик. Вячеслав, тоже экс-министр экономики. Что ж так? Тоже. Тоже, да? Слушайте, два экс-министра экономики. Могли бы поспорить, кстати, про экономику сейчас. Но вот может быть так и получится. Иварс Энненш, председатель Совета Ассоциации предприятий машиностроения и металлообработки. Здравствуйте. И у нас сегодня переводчик в студии, который будет переводить Яниса Виттенбергса, Райво Ютанс. Здравствуйте, Райво. И телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите, пожалуйста, вопросы по теме, прошу задавать или реплики какие-то мы адресуем нашим гостям. Итак, 400 латвийских предприятий продолжают экспортировать свои товары в Россию. Чуть более 200 в Беларусь. Да, количество таких предприятий, если мы посмотрим ситуацию там годом ранее, оно снизилось. 102 миллиона евро это стоимость экспорта в Россию, 54 миллиона евро стоимость импорта. Вроде бы немного. Господин Виттенбергс, как вы оцениваете эти цифры? Почему до сих пор есть предприятия, которые, несмотря на войну, они все-все прекрасно понимают, не надо там им говорить, что это плохо там и так далее. Они продолжают работать с Россией. Они что, не выживут без этого рынка? Почему они остались? Господин Виттенбергс, когда началась кара-дарбива, я был экономикс-министр, и у меня было уже разговарив при немцы. Господин Виттенбергс, когда вowymе были, к вам пышны. Дело, что надо прекратить это сотрудничество. И мы можем здесь отметить то, что уже теперь количество импорта уже сокращено с 1200 до цифры 300. Да, 300. И экспортеров тоже, господин министр сказал, что тоже произошло сокращение довольно серьезное. Ну, да. Ну, я хотела бы сказать вермут, да, там не вермут, а виски, по-моему, тоже мы стали какими-то одними из крупнейших экспортеров. Но об этом мы поговорим позже. Там есть свои нюансы, да. Ну, и так же сохранились предприниматели, которые используют эти возможности, они продолжают сотрудничество. Например, касается винопроизводства и так же шампанского. Да, да. Ну, ну, я здесь, ну, я думаю, неприятности, геннадзивотаях и альтифры, геннадзивотой, геннадзивотая политики, До нуля. Чтобы у нас вообще не было никаких связей, вообще ничего. Вот то, что сказал господин Виттенбергс. Ну, во-первых, если мы говорим о прямой связи на бумагах с Россией, то, конечно же, это возможно. Но нужно понимать, что если, ну, предположим, что мы на завтрашний день, мы ставим налог на бизнес России или просто запрещаем, нелегко прогнозировать, спрогнозировать, что произойдет на следующий день или на следующие дни. То есть все эти, ладно, не все, но какая-то большая часть тех же потоков, она пойдет, скорее всего, через страны Центральной Азии. Через те же Казахстаны, Кыргызстаны и так далее. Что мы уже видим, собственно? Что мы уже видим уже пару лет, причем не только от нас, и даже и Германия, и Европа везде таким не очень объяснимым способом подскочил в разы экспорт в Кыргызстан. Ну, Кыргызстан особенно, такой рекордсмен. Казахстан и другие страны. Закрывать Центральную Азию, скорее всего, пойдет через Турцию. Там уже будет сложнее, страна член НАТО и так далее. Поэтому с этим нужно считаться, что это такая задача, она будет непростой. Но в целом, давайте поверну вопрос так. Ясно, что наша аудитория, это русскоязычные жители... И что? И какая разница? Я не сомневаюсь, что нас сейчас слушают латыши, которым, естественно, связи с Россией давние, исторические. И не хочется этого слышать, неприятно это слышать. Это все совершенно понятно. Но также русскоязычном Латвии стоит четко понять отношение к этому. Ну, например, со стороны, как Яниса Виттенберга, господь здесь сидящих, вообще латышского. Я бы сказал, я с уверенностью вам говорю, 90% латышей. Россия напала на соседнюю страну. Россия не сделает никаких особых секретов. От своих готовностей напасть на другие страны. То есть от границы Эстонии ясно, например, видны плакаты в России, что границы России не заканчиваются нигде. Или как там это было, да? Предвыборный лозунг Путина. Россия уже нападала. То есть президенты есть. Россия уже нападала. Нет, Вячеслав, это все... Поэтому я к тому, что это все воспринимается, естественно, очень и очень серьезно. Русскоязычные, воспитанные советской историей, ну, наверное, так с ужасом в свое время узнавали. Мы сейчас говорим про экономику. Я и говорю вам... Нет, вы не говорите про экономику, вы говорите про политическое отношение. В нашей войне Советский Союз экспортировал зерно в Германию, и железнодорожные дороги были забиты составами с зерном. Так вот, это все тяжело слышать, но со страной, которая с очень большей вероятностью готовит нападение на Латвию, на Балтийские страны, было бы очень странно поддерживать какую-либо торговлю, особенно такую торговлю, которая так или иначе поможет этой стране заработать деньги для того, чтобы на нас же потом напасть. Я вам тогда приведу... Крайне странно, поэтому я здесь согласен с Янисом Биттенбергсом. Однозначно, ну, такая цель должна быть. Одновременно мы должны делать таким образом, чтобы, ну, скажем так, не нанести крайне сильный, несоразмерный внезапный удар по своей же экономике. То есть я думаю, что людям должна быть, скажем, дана возможность... Со временем приоритет. Адаптироваться. Ну, достаточно быстро. Я бы сказал, что запрет именно отношений между Латвией и Россией, с пониманием того, что такие люди, у которых аппетит на риск относительно высок, пойдут через Кыргызстан, Казахстан и так далее, это можно сделать. Это произойдет. А можно вам уточняющий вопрос? Вы говорите, что латышам все понятно, а русские вроде бы как бы так могут сомневаться. Бывший глава общества врачей Латвии Петерис Апинис, да, латыш, высказался на тему запрета латвийскими компаниями продавать лекарства в Россию. И он сказал так, если мы запретим это дело только латвийским компаниям, а на секундочку, у Гриндекса, по-моему, в прошлом году 70 миллионов, оборот был с Россией, да, через свою дочернюю компанию, то это будет выглядеть как саботаж латвийской экономики, считает Апинис. Прекратив экспорт в Россию, Гриндекса и Уланфарм просто прекратят свою деятельность, уволят несколько тысяч от сотрудников и перестанут платить налоги латвийскому государству. То есть он не смотрит на так, как вы, на политическую, просто какие-то политические отношения. Я не думаю, что Апинис вдруг выступает за войну с Россией. Но он понимает, и у нас, кстати, эксперты были тоже в студии Латыши, которые говорят, что это будет угроза для латвийской экономики. Когда господин Апинис будет в этой студии, вы ему задайте вопрос, а как в таком случае господин Апинис будет выглядеть то, что мы продолжим, скажем, например, продолжим покупать, раз есть и газ, платить России. Конкретный пример, не надо про газ, здесь про лекарства. Ну какая разница? Какая большая разница, лекарства? Один закон, одни правила для всех. То есть если мы говорим газу нет, почему лекарствам да? Или почему тем да? То есть как-то мы начинаем выбирать... Вы можете прокомментировать, почему газу нет, лекарствам? Минуточку, я закончу. Поэтому здесь как тогда... Спросите у господина Апиниса, как он видит то, что мы поможем России заработать деньги для того, чтобы осуществить нападение на нас. У господина Апиниса есть на этот вопрос? У него есть забота или как бы чайня про латвийские предприятия, про местную экономику. Давайте перейдем к заботе, да. Забота должна быть, но забота должна быть о том, чтобы думать, как помочь тем людям переориентироваться на... Это у меня есть этот вопрос, да. Давайте дадим вам высказаться. Вы видите, уже горячо стало у нас в студии. Как вы считаете? Господин Апинис, я вижу, что вы хотите Апинис прокомментировать. Давайте, да, дадим слово. Я представляю предпринимателей, и, в принципе, вот этот вопрос, который, ну, вы задавали от формации, да, такой вопрос стоял даже более сильно над нашей отраслью, да, поскольку мы представляем металлоемкое производство, да, где 25 тысяч работающих, оборот был в то время немножко под 2 миллиарда. Много. Да, и нам сказали, все, ну, как, мы попали под первые, из самых первых пакетов, да, ограничений, да, даже мы не могли получать большие объемы, которые у нас были заморожены в Латвии и Прибалтике, да, из портов. Нам сказали, все, ваша отрасль, рухнет, да. Мы вышли из этого, первые выходили, там, через два месяца отстающие, через три месяца, да, мы вышли. И сейчас мы достигли обороты 2,5 миллиарда. Без российского рынка полностью? Да. А что РРП... Естественно, можно там что-то поймать, да, если мы тщательно там пройдем, но там надо очень аккуратно проходить, поскольку под машинами там и оборудование, и транспортные средства, ну, там, игра с кодами, да, всякое может быть. А РРР тоже смог найти новые? Тяжело. Да. Тоже перестраивался, и мы активно также со стороны ассоциаций действовали, да, чтобы эти новые рынки завоевать, и, чтобы предприниматели нашли выход из этой ситуации. Еще одно, что я хочу сказать, вот тут передо мною, да, буквально в конце января, торгово-промышленная камера единогласно приняла ограничения, то есть на национальном уровне, да, все запреты на импорт-экспорт поддержать, то, что уже господин Виттенбергс упоминал, да, это организации «Узния Маймера», да, которые там ставили вопрос насчет налога, тоже поддержали, да, есть там исключения, да, есть исключения, да, но это исключение только, которое мы подчеркнули, да, только со согласием Министерства иностранных дел, да, то есть мы должны обеспечить связь и электричество, и все, что надо для российского посольства, для белорусского посольства, то, что касается авиации, да, есть определенные, да, но это дает разрешение Министерства. Дальше, также мы согласны, что публикуются регулярно списки экспортирующих и импортирующих предприятий, да, а на европейском уровне мы должны, это уже вопрос к политикам, которые нас представляют на европейском уровне, да, и что мы должны получить максимальную поддержку других стран. Мне кажется, это очень важно, потому что вот Вячеслав уже сказал про вот этот обходной так называемый экспорт и импорт, у меня где-то были цифры выписаны, да, с Узбекистаном выросло, ой, с Казахстаном в два, почти в три раза, да, товарооборот, с Казахстаном выросло тоже на 25%, с Азербайджаном выросло почти в два раза, то есть эта статистика, она, в общем-то, показывает пути обхода санкций. И если на европейском уровне, как мне кажется, не будет принято какое-то общее стратегическое решение для всех стран, тогда этот вопрос был бы совершенно логичен. Но почему его не принимается? Даже если брать те же лекарства и вот это вот удивление господина Апиниса, то он там же в статье приводит, что 800 производителей, фармацевтики из Европы, они поставляют продукцию в Россию. Почему, типа, мы нет? Почему нет этой общей позиции, как вам кажется? Ну, я сакал, что, когда, когда я ведусь к экономикам министрии, и у меня было принято решение, когда выросли от российского газа. У меня были люди, которые были мнения, что невозможно было без российского газа. Вначале они были видены в заблуждении, но уже прошло два года, и мы видим, что они уже не замерзают. И это решение было все-таки принято правильно. И, если это было бы неизбен, то мы сцеломам от козлова. Такой неноте и к 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 неноте. Вы можете представить, что это не определен, что это решение не было принят. Это глоба Казацо угроза? У меня есть все, что в Балтии, где спеют шагу венотить, как это радует знаниям с нейротой, то спеют венотить. У меня есть пара Европей, и это пара, когда это не так сделано много лет, мы спеем мать, и это сделано. Мы смогли быть с реагированием, если балтийские страны, они являются, например, европейские страны, или позиции. У меня есть пара, когда началась карш, первая санкция, пакета, все эти пакеты, они не могут быть металли, но они способны, как они неизбежны, чтобы они неизбежны, они неизбежны, как они, если они неизбежны, они неизбежны, чтобы они неизбежны. Например, в начале войны. В Казахстане, в Центральной Азии они разные по характеру, но среди них всегда можно найти, которые могут занять твердую позицию. Я отказаться от трудничества с Россией. У меня были узнёмы, которые театись, что, да, у нас было первые карты с садарбой, и мы получили даст изъявилы и претис Криви, но сейчас мы делаем другие успехи. Я просто волнуюсь, что у нас не надо будет ходить. Я хочу задать ему вопрос, ну и попрошу наших других гостей ответить. Что нужно сделать, Вячеслав, для того, чтобы это сотрудничество, раз оно за два года вот таким естественным образом, по моральным причинам, не прекратилось? У нас были предприниматели, которые торгуют в России, это фармацевтические предприятия. Я у них спрашивала, почему вы не прекратили? Говорят, ну вот мы не считаем нужным, нам важнее экономические показатели и так далее. Я не буду называть эти предприятия. Что надо? Кару Нодоклис? Или, может быть, это может быть публикация этих списков? Что-то ещё? Вы видите этот путь? Если уж у нас пример фармацевтические предприятия... Не обязательно. Пускай, пускай. Эксперт медикаментов просто как на примере иллюстрируем, да? То есть, почему с Россией? Потому что, ну, любой бизнесмен знает, что осваивание рынка – это крайне такой трудоёмкий и занимает время установления личных связей. В случае фармацевтики, надо, так сказать, регистрировать бюрократически свои эти препараты. Это тоже весьма долго занимает, дорогостоящие и так далее. То есть, почему Россия? Ну, потому что традиционно так было, удобно. Потому что вломиться в новые рынки – это сложно, особенно для фармацевтики, как я и сказал. Вы не можете просто начать продавать свой препарат в другой стране. Вам нужно пройти через огромную бюрократию о том, чтобы вам вообще дали разрешение это делать. Это стоит денег, да? То есть, вряд ли у наших предприятий есть столько много денег и времени, чтобы тут же прекратить продавать в Россию и начать продавать сюда. В их случае, я думаю, что однозначно речь идёт о необходимости какой-то государственной поддержки для того, чтобы им... Помогли, да? Помогли, да? Она есть сейчас? Она вполне может быть. Есть другие примеры, да. Но, к сожалению, надо сказать, давно называть вещи своими именами, что если мы говорим о транзите, да, то есть, если Россия и Белоруссия закрыты, то посмотрите на карту. Традиционный транзит как таковой, ну, невозможен. Закрыть? Ну, географически это невозможно. Если у вас рельсы идут с востока на запад, если восток закрыт, то вы эти рельсы не сможете использовать для того, чтобы, ну, грубо говоря, с юга на север потоков особых нет, грузовых. То есть, в разных отраслях ситуация несколько разная, да, то есть, эти вот издержки для того, чтобы переключаться на другие рынки разные. Это работа именно для Министерства экономики, да, то есть, в зависимости от какой отрасли, где-то сами могут, где-то нужна такая серьезная поддержка, а где-то надо понимать, что, ну, нужно вообще перемещаться. Я вам здесь приведу один пример. 2002-2003 год, Венспилс, да, где тогда был первый, когда Россия с Венспилсом поссорились, и Россия начала строить свои новые порты. Прекратился экспорт нефти, да. То есть, Венспилс с того времени тоже понял, к чему это идет, и Венспилс начал своевременно создавать свои тогда индустриальные зоны. Они даже создали проект, так называемый этот Курзамес Локс, по-русски, Курзамская высоковольтная линия электропередач. То есть, до этого у Венспилса, по сути, не было таких очень серьезных индустриальных подключений к электричеству. То есть, специально для этого даже этот Курзамес Локс построили, по сути, для того, чтобы Венспилс создавал свою индустриальную зону. И весьма успешно. То есть, Венспилс, понимая, к чему ведет, своевременно готовился к тому, чтобы заместить портовые работы на работы в промышленности. То есть, здесь самое худшее, что сегодняшнее правительство может сделать, и, скорее всего, сделает, к сожалению. Это то, что оно просто, так сказать, не сделает ничего. Вообще ничего. Нет, но оно запретит экспорт и импорт в Россию, да. И от этого ряд предприятий действительно могут потерпеть банкротство. То, что здесь нужно сделать, то есть, нужна политика с индивидуальным подходом достаточно, ну, к разным отраслям, которые поможет, даже, ну, застали в некоторых случаях, переориентироваться на... А публикация списков, помните, да, экспортеров там или кого? Я думаю, это ничего не... Это дает какую-то, потому что на это тоже были потрачены какие-то ресурсы. У меня догадка, что те, которые экспортируют и импортируют в Россию, это те, которые, скажем так, прекрасно говорят на русском языке. Им совершенно неинтересно, какие списки публикуют в латынии. Ясно. Сейчас я дам высказаться предпринимателям. Вот интересно, ваше мнение будет насчет поддержки, то, о котором сказал Вячеслав. Но, да, вы хотели добавить по поводу того, что, как государство помогает? Да, тогда, это было шоу санакшем, кое я с вами, как с вами начали, а уземлиевые, они нарядили, ну, что тем уземлиевые, которые лечо шим страдали, у Кривии, Балтикриевии, это должны поториентаться, отраться с январтируем партнерами, январтируем партнерами. И по тому собранию, которое было в начале войны, там было как раз указано, что они должны найти новых партнеров, они должны иметь способность переориентироваться. У нас есть программы, а у нас есть успеха поделиться стартовщиками из стадей, которые позволят сертифицировать продукцию, и у нас есть, что мы работаем по 2 годам, это было так много лет, когда я узкажу, что те, которые хотели, успеха отраться с январтируем партнерами, январтируем партнерами. Мы говорим о времени, 2 года, и как раз тогда были созданы программы, чтобы они могли участвовать в границах выставках и другого рода возможности. И в России, в истории Латвии, мы создали уникальную программу по поддержке предпринимателей, что они могли создать новые производства. Что они сделали до тех, как у нас есть строительства, которые прелаются через неделю из 3-х годов. Они составляют поделиться, и в зависимости от него этого, если они уехали, у вас будет смотреть на сцену, что они будут во время этого производства. Это было самоиловаться, но у нас есть приобретать, что рассмотреть делать и с повторять обтоке, а у нас есть приобретать, что они покатали у них, он сар Would in towением перри 되는, и какие-то приобретении, и они интересуются изучать лидзакли. Со своей стороны, вкратце, со своей стороны государство оказывало финансовую поддержку, они могли получить гранты и также те предприниматели, которые были названы именно по производству медицинского товара, да, они тоже, они были в этом списке. Да, были в списке, но господин министр сказал, что непонятно, присоединились они или нет. Да, Вячеслав? Это все правильно и замечательно, да, что было сделано для этого, но иногда есть все в нюансах, да, то есть и могут быть такие нюансы, что как бы на бумаге программа есть, но эта программа, она сделана таким общим шаблоном для всех, да, если мы уже говорим о фармацевтике, да, то, например, фармацевтика в этот шаблон, возможно, не вписывается. Ну, то есть, ну, например, грубый пример, да, например, есть программа, которая дает, там, скажем, до 50 тысяч евро на участие в какой-то выставке, да, но для фармацевтики участие в выставке, это вообще как мертвому... Да, да, платно, да, да. Что они лучше в банке в долг возьмут, да, эти 5 тысяч, чем пойдут и заниматься с ЦФЛА и остальными о том, со всей этой бюрократии, да. То есть здесь надо также смотреть детали и удостовериваться, что программы, которые, ну, изначально вроде как красиво написаны на бумаге, что они реально работают, да. Да, это очень важно. Мы сейчас спросим у предпринимателей, вы воспользовались этой программой? Там очень хороший вопрос раскрыт насчет программ, да. Ячеслав даже вспомнит, он еще был в Сайме, да, насчет инноваций. До сих пор мы не решили этот вопрос программ инноваций. Есть, новые открылись, но столько бюрократии. Мы как-то умеем создавать не только написать так, что никто не понимает, да. Второе, надо это все выполнить, и потом появится еще группа надзирателей, как господин Бендер сказал, 77 надзирателей на один проект, да. И тогда там предприниматель согнулся. Я представляю промышленников, да, производственников. Мы живучие, да, мы выживем, да. И я думаю, что мы будем также очень сильно давить на политиков, на министерства, чтобы эти программы создавались, чтобы они улучшались. Наша цель не допускать, что они ухудшались существенно, да. И примерно насчет тот же поддержка экспорту, да. Программа, в принципе, в прошлом году завершилась, да. И новая как-то не открывается. Даже бюджетные средства, 6 миллионов, которые парламент проголосовал на поддержку экспорту, мы до сих пор, сейчас уже февраль, мы не знаем, как мы будем поддерживать экспорт этими деньгами. Мы задавали этот вопрос министру экономики. Сейчас он опять что-то дает обратно промышленной торговой камере, да, что-то опять будем советоваться. Экспортные деньги нужны были в конце прошлого года, когда мы создавали экспортные планы. Куда идти, как идти, зарезервировать место, договориться, да. На этот момент еще 1-2 месяца, да, ничего не решить, и мы этот год протеряем. Это реальность. А что насчет программы переориентации рынков? Вы конкретно в вашей отрасли пользовались этой программой? Ваши предприятия имеются в виду? Пользовались, да. Помогла она вам? Но сказать, что она очень объемно помогла, да, не можем, да. Но опять это мы возвращаемся к тому, что предприниматель, особенно производственник, очень считает деньги и потерю времени, да. Может быть, мы... Ну, такой тоже пример, да, когда война началась, да, и мы попали под санкции, мы как ассоциация начинали активно с нашей стороны тоже искать способы, как решать эти вопросы, да. а агентура по инвестициям, они сказали, ну, если вас интересует Турция, тогда мы подаем вопрос, что мы там будем открывать представительство, когда. Разве нам время ждать? Решили на уровне ассоциации, как мы, группа предпринимателей, больше чем 20 человек поехали в Турцию, да, участвовали, встречались и решали вопросы, да. Сами. Да, хорошо. Вот это очень полезный, мне кажется, совет, не совет, а мнение от предпринимателя. Господин Виттенбергс, вам вопрос. Господин Домбровский, который уже ушел, я еще раз представлю, экономист и политик был Вячеслав Домбровский, который уже ушел из студии. Что делать? Налог, военный налог, может быть, улучшить программу, на которую предприниматели так жалуются. Что, списки новые какие-то придумать? Как вы видите решение этой ситуации? Сами. Причем. Сами. 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 К line. Сами. Красав,Arча. Ваши. Польшин. Ваш. Сами. 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 то это будет монополная ситуация, когда он успел выполнить нормальные обстоятельства. И это не проблема, потому что каждый человек издает свою железу. Паркет шоу продукцию, или нет. Он первым, которым он издает эту железу. Житель на первом месте, потому что он должен сделать выбор, для того как продукцию будет покупать. Чтобы не создалась ситуация монополия. Я думаю, что я хочу тут немножко залезть. Это игра с флажками в магазинах. Я думаю, что это не целевая задача. Целевая задача – качественный список с качественными данными. О чем был спор в прошлом году, когда пошли эти первые публикации. Список был качественный. Там попали даже случайные какие-то фирмы, которые что-то там, какой-то товар возвращали. Конечно, ЦСУ Центральное статистическое управление может допускать ошибки. Это все можно изменить. Но мы должны знать те предприятия. Ну, будем надеяться, что новый руководитель управления статистикой решит этот вопрос. Я думаю, что это технический вопрос. Хорошо. Это даже не политический вопрос. Нет, все-таки это политический вопрос. Начнем с этого. И, по-моему, это сейчас пока отменили. Господину Виттенбергу вопрос. В этом списке, который, возможно, появится, я так понимаю, раз уж что было все честно, должна быть латвийская железная дорога, которая перевозит, например, перевозила в прошлом году российское зерно и вообще завязана на российском и белорусском рынке. Это будет справедливо, как вам кажется. Ну, в прошлом году, когда я сейчас занимал постминистра, мы уже подготовили сообщения министерству сообщений. Что это, говоря, шок с длинных дел из-экли, и при этом, да нет? Ну, да и данные с темп, литзалл стеянь в шуме. что, ну, что-то здесь нет? Мне отзышать заданно, это возможно, что отзывая железная программа этой железная инфраструктура в Термовой наuru, как те же, что-то, и в каше-то, которые, в сна оменили, в деле неизбал Organization. Ясуприрую, что, это жал dalla земля, И, конечно, мы уже обсуждали эти решения с финансовыми министрами, конечно, для латвийской железной дороги придется самостоятельно организовать перевозку и грузов, и также перевозку пасажиров. И такое решение придется государству принять. Но, если мы клютем экономически неоткригу власти, то, как мы принимаем лэмумы по энерго ресурсам, газу и электричеству, то это будет следующий момент, чтобы неоткригу, как мы отказались от газа, мы должны перевозку стать так же независимыми. Как это сделала Эстония? Так. Ну, да colonial... Да, да и наétais. Чистично. Игавния шоу покалпирование нет приватой паводатой. Игавния вверху самознавируется транзитом. Транзитом объема с Кривией. Транзитом бизнеса не так много. Индустрия, как и в Латвии. Вы в Истании предоставили частные предприниматели. Там также сокращено транзитом. Я приведу вам цитату руководства Латвийской железной дороги, которое говорит, что во время войны правительство... Я не помню, говорит руководитель предприятия, чтобы во время войны, то есть за два эти года, правительство хотя бы раз обсуждало с руководством компании отказ от российских и белорусских грузов, которые не попадают под санкции. То есть это зерно, это там медикаменты, что угодно. За время с начала войны министерство сообщений возглавляли последователь Натали Слинкаиц, Янис Витенбергс и сейчас Каспар Бришкинс. Но в последнее время, говорит глава госкомпании, началась уже публичная дискуссия по результатам, которой могут наступить перемены. То есть, насколько я понимаю, когда вы руководили этой отрасли, никакого разговора об отказе от российских грузов не шло. Может быть это неправда? Да. 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 Без России. Да. Без России. Но это стоит, я дополню, что это стоит достаточно дорого, если отказаться полностью. И обращались к министерству финансов. Это цифра есть. Она тайная. Это коммерческая тайна, которую нельзя разглашать. Да. Субтитры. Но есть. Ваши отношения. Она точно так же, как они были. Когда мы обсуждали вопрос о гаузе. Но посмотрите, это все-таки достигло успешной результаты. Мои отношения абсолютно чётко. Мои отношения так же, что нам не нужно сотрудничать с Россией, однозначно. Да. Но если человек, который... Долгое время вообще с предпринимателями общалась, экономический журналист. Я за то, чтобы наша экономика, она процветала. Это единственное, чего я хочу. А как она будет процветать? Прекрасно, если она будет процветать за счет чего-то другого. Но не Россия, которая действительно является очень рискованным государством. И в этом плане мое отношение очень четкое. Я его постоянно в блогах своих проговариваю. Мы приехали с отзывами. И рад слышать. Да. Спрашивают, как бизнес, видит ли он в будущем какие-то отношения с Россией? Спрашивают наши слушатели. Ой, на сегодняшний день ничего не видим. Даже, ну, сказать, год вперед, два года вперед. Я думаю, что это будет очень долгое затишье в этом фронте. Отношения там будут никакие. Ну, это все зависит от России. Ну, имеется в виду, слушатель спросил, вдруг там как-то будет какая-то другой строй, да, другие руководители, дружественная страна. Не трудно ли будет туда снова зайти? Вот, я понимаю, так вопрос звучит. Ну, это не будет понедельник на завтрак. Да, то есть пока эта страна для вас закрыта. Спрашивает другой слушатель. Господину Виттенбергсу готовы ли мы полностью отказаться от транзитных грузов, которые сейчас есть? Мол, что где-то это повлечет для транзитных предприятий убытки. Ну, да, это смакса, я тебе говорю, лэмумс, так как это так саскинется от финанса министрии. Да, без папилдз финансирования Латвии с дзелсцелем, то при такой ситуации, ну, Латвии с дзелсцелем, это тяжелое решение, оно должно согласоваться с министерством финансов, и, конечно, надо здесь искать решение. Какое оно может быть? Полностью запрет транзитной отрасли? Ну, тогда выживет ли наша транзитная отрасль, как вам кажется, без этих грузов? И не получит ли от этого, скажем, клайпедали, другие порты, какое-то преимущество, а мы просто потеряем? Должно ли это решение быть едином, как вам кажется? Да. Идеялā сценария, лидзи, ка ар газ, таз би Балтийсу валсту копий гаумс, у ме с бюзем лапсиеме ареи Европа Савенеи, я, тази, а гадима, я тебе, я, мес пеет шага соли, ну, я думаю, gan журналисту, гану собедриду, а ареи пеетеме Европа Савенеиаме и авиаеву савенеи, я, тази, мес бут лапсиеме ареи, чтобы получить эти санкции санкции, потому что, если мы решаем, то есть санкции регулировки. Кривии шеи кармашинами видят знаниям неэртимы, но я тебе говорю, что они будут живы, будут работать, будут работать, будут работать, у них есть неудобно. Да? Я хочу... ... Я забыл... ... Нет, ничего, все хорошо. Да, вкратце, мы должны сделать этот тяжелый шаг, и, конечно, для военной машины России все-таки оно будет ощущаться. Угу. Да. Так как были единые при вопросе с газом, и здесь мы должны показать свою единую точку. Ну да, и было бы хорошо, еще тоже дополню, чтобы все-таки Европа была едина в этом вопросе, но почему она не едина? Сейчас я вам дам слово, как вам кажется. Почему Европа настолько, ну, не едина, и какие-то вещи простые, которые мы сегодня обсуждаем в студии, вот с господином Виттенбергсом и господином Тамбровским был тоже такого же мнения, не готова решить? Чем дальше от линии фронта, тем труднее понимать. Но вы не почувствовали, что я пытался сказать еще один аспект, да? Так что предприниматели на уровне на уровне разных форумов, на уровне предпринимательских организаций тоже мы даем эту информацию, и это мнение меняется, да? Например, сейчас господин Ростовский вице-президент Европейской торгово-промышленной камеры, да? Так что это существенная роль, да, где тоже эта информация подается политикам, которые уже получают давление со стороны предпринимателей. То есть предприниматели, как послы такие вот этого мнения, да, которое где-то на форумах звучит, прислушиваются к вам, к послам? Ну, то, что сотрудничество всегда можно улучать, это не вопрос, да, так что мы должны не только говорить, но друг друга услышать. Господин Виттенбергс, не кажется ли вам, что экономические связи делаю я вывод, подводя к концу передачи, несмотря на эту жуткую агрессию, войну, которая выглядела через два года, ну вот, когда это закончится уже, они будут сложнее, чем дипломатические, политические связи. Вот когда они украиняются где-то, то их очень тяжело разорвать, несмотря ни на что. Ну, я думаю, мусу регионам, а рейтинам, Балтийсу валстам, которые пробежаются с Кривией, шеи лэмами виссмага, и не так, что у нас экономика виссмага, виссмаге, конечно, минималая инвестиция, лей мумс турпинад, курсет, паса жиер, лейб, 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 штыаться. mo收и на лейб, лейб, ну, да, лейб, лейб, такое наудика, по май – лейб лейб – Кровавые деньги у себя в экономику вкладываем. Вот моральненькие точки зрения, это правильно, как вам? Ну, шага гадима, ну, я не опиниму лэмуму, как мы финансируем дзелсцеј инфраструктуру, как я уже говорил, у нас есть садарбивы, потому что это не рано по экономическому садарбиву, а по морали. Я думаю, что это вредит запросто на шести дискуссии, что конкретно конкретно санкцией или садарбивиста нетурпирования, в частности, это не артист истерминия, но мы работаем по-каку-кошному, 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 или мы отбалстим шоу кар машину, так как это и нопитнавица измельсия. Да, это более серьезный выбор, потому что здесь мы должны сделать этот выбор. Это вопрос морали. Конечно, эти деньги они поступают, поэтому мы должны принять самые серьезные решения. Да, я спрашиваю нашу слушатель, но получается, что таким образом, как бы отказываясь от какой-то прибыли, наше население становится беднее, и это наша плата за войну. Выходит так, да? Ну, в какой-то мере, наверное, да, мы солидарную какую-то ответственность несем, как вам кажется? Естественно, несем ответственность, да, но я думаю, что одно мы как-то все время теряем, да, даже обсуждая этот сложный геополитический вопрос, да, мы должны расширять экономику как таковую, да, мы недостаточно вкладываем промышленность, да, промышленность все-таки это основа, да, мы сразу как-то начали с военных действий, да, но до этого был ковид. У нас даже в то время производственников старались остановить, были разговоры с министром, ТСП было и все, да, мы, в принципе, нашли решение, как мы можем вместе идти на работу и работать, и производить, и приносить реальные деньги государству, да, и то же самое, военные действия, один пример такой, да, оборонная промышленность, у нас нет как таковой, 4 года назад, когда у нас идея возникла, да, тогда на этот проект мы дали там 25 предприятий, которые рассматривались как таковые, которые могут участвовать, двое подписались, да, сейчас около 10 уже готовы это делать, так что... Сейчас, да, оборонная промышленность, это новое направление, есть целая отрасль уже, я надеюсь, что государство тоже поможет, очень важное замечание про развитие промышленности, но это абсолютно отдельная тема передачи, я бы с удовольствием встретилась, позвала вот крупные промышленные предприятия, чтобы поговорить об этом, потому что у нас же принята вроде бы концепция развития промышленности до какого-то там года, но уж насколько она работает, это судить нашим предприятиям. Спасибо вам за передачу, пишет Ева, я сама латышка, и слушаю Латвийское радио 4. Сегодня у вас очень интересная программа и много хороших гостей. Ну вот, спасибо вам, дорогие друзья, вот на этом я, наверное, заканчиваю. Еще раз обязательно позову наших гостей для обсуждения наших промышленных проблем, да, что у нас в Латвии, что нужно делать для того, чтобы нашей промышленности, которая не связана с Россией, было бы больше, да. Еще раз подчеркиваю вам, господин Виттенберг, свое отношение, потому что вы в нем почему-то засомневались. Палдес, Ева, и он, цитаем. Спасибо, Ева и остальным слушателям. Янис Виттенберг, депутат 14-го СЭМ, член Народохозяйственной комиссии, экс-министр экономики, был у нас в гостях. Спасибо вам большое, Лейлс Палдес. Иварс Эйненш, председатель Совета Ассоциации предприятий машиностроения и металлообработки. Иварс Лейлс Палдес, им спасибо вам большое, приходите к нам еще. И спасибо нашему переводчику Райва Ютансу, который переводил сегодня господина Виттенбергса. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Оргина Бездня. Завтра в 12.10 подключайтесь, будет открытый разговор. Ну и не забывайте, наши подписчики в YouTube подписывайтесь. И также на крупных платформах, подкастах тоже можно найти нашу передачу. Всем пока. Открытый разговор Площадка для обмена мнениями по самым важным темам С Ольгой Князевой На Латвийском радио 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова